приветствую вас на нашем канале про пчеловодство меня зовут пашка и сегодняшняя тема видео а будут ли дотации для пчеловодов недавно получается совсем недавно произошла встреча между представителями пчеловодов и представителями власти сейчас мы посмотрим некоторые урывки из этого видео потому что видео было очень длинное где-то полтора часа и честно говоря вот этот урывок очень интересный я не знаю кто его увидел кто не увидел но здесь было очень и очень интересно первым что хочу обратить ваше внимание чиновник первым делом посмотрел на статистику что есть 400 тысяч пчеловодов и это интересно любой власти интересно потому что это рабочие места это первые и что я хочу сказать и здесь как бы будет разыгрываться карта как его разыграют вот эти представители пчеловодов потому что мое впечатление сложилось что на протяжении этого времени вот например другие чиновники которые были представлены они все-таки более так относились а ну все-таки более менее но имеется ввиду что стать такое статистическое собрание где они говорили как бы крылатые свои фразы обычные фразы которые подготовлены это понимаете когда встречи когда к вам заходит агент по продажах и он говорит о какая вас приятная внешность или там какой-то любой комплимент он говорит этот комплимент всем и так же здесь они просто сидели говорили определенную сухую статистику но между этими строками мы все-таки и я увидел определенный как бы позитив почему потому что чиновник посмотрел и говорит что есть 400 тысяч пчеловодов и как вот этот козырь разыграть вот это интересно потому что он заинтересован это рабочие места я уже это сказал да и что получается как как наши пчеловоды это смогут представители пчеловодов разыграть если мы посмотрим вообще все видео то получается что там были разные темы поняты я думаю мы это все рассмотрим и проанализируем потом но вот здесь самое интересное что больше говорили про помощь пасекам которые больше трехсот пчелосемей я здесь просто был удивлен я понял что наверное что денег никто никому не даст почему потому что и после прошлого видео где я снял что мы принимают по 25 по 27 по 28 то в основном все критику сказали что им все хорошо те люди у которых пасека больше 200 пчелосемей 300 250 это получается что им даже по 25 уже сдавать выгодно правильно правильно если их посчитать то их не так уж и много правильно если подбить сухих сухую статистику то получится что их не очень много и они по сути не вообще никак не влияют на в общем на экономику определенных регионов ну понятно да даже если они платят налоги но они платят налоги копейками и здесь тоже так спорно но я и конечно не хочу обидеть тех людей которые большие пасеки но я бы все таки здесь разыграл этот козырь по другому имеется ввиду как здесь нужно отталкиваться от того что пчеловодство это такая специфическая такое производство и она как бы поднимает рабочие места в селе это на местах это поднимает экономику села это имеется ввиду что это очень позитивно потому что у нас в селе общей работы нет ну я уже молчу про районные центры и мы говорим просто просилу а это просто капец ну согласитесь и если мы возьмем вот например что опять же чиновник вот этот говорит и на дмитриевна она говорит что вообще мы аграрная страна и пчеловодство и как бы и фермеры арендаторы это по сути одно и то же потому что у нас сеется и подсумок и как бы пчеловоды и опыление и как бы это выгодно одно что я услышал что они это понимают они это знают но опять же их заинтересовала вот эта цифра 400 тысяч человек я не могу передать за те листики вам входили ранее я могу тычем зараз давайте так мы поднимем все эти листования которые мы найдем если каких-то листований будет недостатньо мы звернемся до вас и вы нам допомогли далее наступный момент будь что что я буду зараз выносить на какой-то уровень мне нужно будет также обгрунтувание так я не достанешь но вы на месте вы знаете все то что мы будем делать или не делать на что воно вплине не на цифру бюджету а на что воно вплине на людей на их духи на их втрати на их виробництво на экономику села мне эти цифры мне нужно обгрунтовывать потому что снова таки я буду тратить свои усилия я буду люди начать працювать и снова таки если мы будем на это перчатить кошти бюджета или получать в министерство снова таки я буду не понимать как бы на какую частину суспільства это направлено на наши усилия потому что закон это инструмент и я бы я бы во первых не орал бы что дайте денег денег я думаю что они так просто не дадут потому что их нет ну у нас не богатая такая страна как например немцы какие-то французы дания где по сути есть деньги они могут дать какую-то дотацию я думаю что они не дадут особенно этим большим пасеком особенно промышленным пасеком потому что ну нет смысла давать денег а вот на развитие как она рассказывает что к нам есть заходят иностранные инвестиции что есть европейский банк по развитию сельхоз вот этих как бы бизнес планов имеется ввиду в этом смысле и по сути эту программу можно как-то внедрить к нам и я бы вообще я бы давил бы на то на то что пчеловодство такой социальный понимаете социальный проект социальной что люди на нем работают они да по сути не платят налоги но они обеспечивают себя и свою семью ну понятно как бы логично правильно если мы конечно на зацепим вот это все остальное это там сразу скажу что вас мало и вам денег не будет а нужно отталкиваться того что пчеловодов у нас много что они находятся в селе и они обеспечивают себя с своим же бизнесом своими рабочими руками второе что я бы хотел сказать и нужно не просить денег нужно просто сказать дайте нам кредиты государственные кредиты по три процента ну на на 3 4 5 вот пример по три процента а как и например давайте такие кредиты я бы сказал бы очень просто у нас есть районные ветк клиники они так вроде называются держ служба уже по новому получается называется мы туда идем у нас всех пасеки по сути зарегистрированы и получается что максимум кредита там дать от двух до пяти тысяч на угли ну хоть пускай даже будет две тысячи на угли ну я так примеру говорю и получается все от этого выиграют в того человека которого будет пасека 20 семей он может взять кредит на 40 тысяч все у него будет получается по паспорту по документах у него есть 40 ну 40 20 пчелосемей и он приходит в банк например осчат или приват в государственные банки и ему там выдают кредит на помощь и это большой плюс в кого например пасека 200 пчелосемей он приходит ему могу дать 400 тысяч но обратите внимание какой плюс но согласитесь если по три процента вообще просто классно с другой стороны ну можете сказать что конечно не выгодно выгодно ну тысячу причин можно найти но для бизнеса для любого бизнеса даже пчеловодства кредиты кредиты это очень выгодно а потом уже дальше просить раскручивать раскручивать дальше конечно ну это конечно возможно если 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 будет конечно подниматься цена на мед в следующем рассмотрим тему как бодяжили мед с этого же видео проведем анализ ну и еще раз хочу сказать вот здесь самое интересное чтобы пчеловоды вот эту возможность не промахали а выдавили из нее все что можно потому что когда она говорила что есть 400 тысяч пчеловодов то уже стритович говорит сегодня даже на этот статистике 400 тысяч пасечников в Украине да я просто дивиться я хочу закинчить а дивиться тут варто еще звернути увагу на те что кольки пчелерей в Украине у нас цифра такая десь из неба висмоктана там 400 тысяч фигуруют все на ней посылаются а сколько но важно сказать статистику что нет у нас только нужно говорить то у нас 500 тысяч пчеловодов у нас их очень много ну на этом хочу закончить всем всего наилучшего все будет хорошо пока